ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Как дела? Сегодня я хочу рассказать вам о своих собаках. Ну, как своих? О тех, о которых я заботилась в течение пяти лет своей жизни в Великобритании. В 2014 году я нашла такую работу няней и по совместительству собаководом. То есть я была АОП, жила в английской семье. И моей задачей была утром погулять с собаками около часа и дать им погулять немного вечером. Кроме того, в пять часов я всегда должна была быть дома, приготовить ужин для девочки, которой было 13 лет, и посидеть с ней до того момента, пока не придут родители с работы. То есть часов до шести, до семи. В основном меня наняли в качестве няни. Так как законодательство Великобритании гласит о том, что дети до 14 лет обязаны оставаться в доме с кем-нибудь из старших. То есть с родителями, старшими, сёстрами, братьями или няней. Но в большинстве случаев моя забота в качестве няни для девочки была не нужна. Переходный возраст. Мы с ней не нашли общего языка. И в основном я была собаководом. То есть я сидела, конечно, с ней в доме, присутствовала, и она занималась своими делами. В основном учила уроки, делала селфи или спала. Ну, естественно, я ей готовила ужин, накрывала на стол и как бы была рядом. Основная моя нагрузка больше уходила на собак. Собак я обожаю с детства. Я знаю о них всё. С детства у меня было 1, 2, 3, 4, 5 собак. И все болячки, как за ними ухаживать, как их дрессировать и так далее. Это всё я знала как бы от сердца. Собаки мне были представлены следующим образом. Это бордертерьеры. То есть бордер – это граница. Значит, я так перевожу на русские пограничники. Терьеры пограничники, которые были уже взрослые. Имена у них Коко, Пинат и Пеппе. Коке на тот момент было 11 лет. Пеппа – 8 и Пинат – 7. То есть на данный момент им уже 16, 13 и 12 лет. Собаки очень взрослые. Были не совсем воспитанные. То есть за 5 лет я их немножечко выдрессировала. Они стали более послушные, более ласковые. Потому что они кидались абсолютно на всех встречных собак. То есть идёшь на поводке, и они друг друга даже подзадуривают. Ну, так как они пак, это считается. То есть стая. Три собаки вместе. Они друг друга защищают. И вот такая вот у них самооборона. Нападают абсолютно на всех собак. Постепенно за 5 лет мы научились не нападать на собак, которых мы знаем. То есть мы стали дружить со многими собаками, бегать вместе в парке, гулять и даже играть. Тех, которых мы не знаем, всё ещё та же реакция, как на кошек. Увидят новую собаку или кошку, всё. Друг на друга кидаются. Ну, то есть делают угрожающий вид. Типа к нам не подходи, а то убьёт. Переиграли мы этот момент. Воспитались. Стали более ласковыми. Более послушными. Понимаем чёткое слово хозяину. То есть меня. Как бы сами по себе хозяева ими не очень занимались. И у них нет на это времени. Люди очень занятые. И как бы собак они держат в доме. Как в качестве интерьера, что ли. То есть это хороший статус иметь собак в доме. Ну, я не говорю, что они о них не заботятся. Они как бы замечают их. Но так, чтобы вот как мы душевно поговорить, приласкать, обнять. Там, я не знаю, поиграть. Девочки в основном. То есть в семье было две девочки, когда они были маленькие. И для них купили этих собак. Они игрались. Когда выросли, как бы собаки стали не то, что никому не нужны. Ну, как бы hello dogs и всё. А собакам же нужна забота, ласка, какое-то внимание. Естественно, им скучно. Даже втроём им скучно. Им хочется, чтобы на них обращали внимание их хозяева. Или, ну, кто-то, кто-то заботился о них. И такой человек нашёлся. Это я. Я души в них не чаял. Они мои малые дети. У меня столько было детей в качестве няни людских. Но собаки – это моя душа на каждое утро. Даже после того, как у меня кончился контракт в качестве няни с ними, год я проработала и прожила у них в доме, я следующую свою работу няни искала рядом с ними, чтобы иметь возможность по утрам выгуливать этих собак и, ну, быть близко к ним. У нас целый набор ингредиентов. Это пинат – арахис, пеппер – перчик и коко. Коко можно расшифровать как «коконат», то есть «кокос», или просто «коко», «коко шанель». У каждого у меня есть, естественно, уменьшительно ласкательные имена. Для каждого, я думаю, для англичан это, конечно, они иногда смотрят на меня и говорят «Кокошечка, иди ко мне!» Они такие, кто «кокошечка», что это такое? А кокошечка реально слушается и понимает, что зовут ее. Когда мне представляли собак, было сказано так «Коко» – это мама Пепе. Пепе и Коко имеют общую дочку пинат. То есть, как бы, собаки все связаны семейными узами. Не знаем, как пинат получился рыжий, честно говоря, не уверена, что Пепе – это папа пинат. Но бывает так, что через поколение окрасы бывают другим. У двоих черных собак получился рыжий ребенок. Каждый имеет свой характер. Каждый по-своему прекрасен, каждый по-своему требует своего внимания. И о каждом можно рассказывать часами. На данный момент мне пришлось уехать домой, виза заканчивается, и пришлось, как бы, бросить моих любимцев. Я очень переживаю, очень скучаю, но надеюсь, что они хоть и старенькие, но еще не умрут скоро. И я еще не раз увижу их в Лондоне. Потому что семья всегда рада видеть меня у себя в доме. Они часто оставляли меня, уезжая на каникулах, когда я уже не работала няней. Приглядывать за домом, смотреть за собаками. И были у нас такие истории разные с собаками, что только на меня они могут положиться полностью. И знают, что в любой момент, что бы ни случилось с собаками, я всегда помогу. Пока вот про собаку, в общем, на этом все. Про каждого по отдельности смотрите в следующих выпусках. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!